Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами назову себя в силу своего воблачения совершенно официально Самая Лопатина Лидия Федоровна, бывшая работник прокуратуры, сейчас в отставке. И сегодня почему я захотела продемонстрировать вот такое вот наглядно, что есть работник прокуратуры, потому что хочу поговорить об этой сложной, ответственной очень работе работника прокуратуры, прокуратуры в жизни. Как вот раньше, положим, в предыдущих институциях было записано, что надзор за законностью, высший надзор, в Советском Союзе осуществляет прокурор. И прокурорский надзор касался абсолютно, да и сейчас наверняка касается в основном, абсолютно всех отраслей хозяйства, абсолютно всех сфер деятельности людей, вот везде и всюду. Вы знаете, ну нет такого вот, чтобы такое даже придумать. Куда бы прокурора не сунули, от него бы не потребовали, чтобы он там провел проверку, соблюдение законности в той или ином виде. А жизнь наша весьма многообразна, предприятий у нас очень много, деятельность людей очень такая разноплановая. Чего уж тут говорить, наша жизнь подчинена буквально вот с утра до вечера, так сказать, закону. Мы работаем, то есть мы заключаем... Значит, мы работаем, то есть мы подчиняемся трудовому законодательству. Мы идем в магазин, либо там в какую-то торговую точку, и покупаем что-либо, мы заключаем договор купли-продажи. Мы садимся в общественный транспорт, мы заключаем договор, покупая билет проездной, договор перевозки и так далее и тому подобное. И вот во все эти роды деятельности прокурор обязан проверить соответствие от выполнения той деятельности, что занимается какая-то организация, закону. Ой, надо сказать, что Конституция, конечно, основной закон государства, но подзаконных актов так называемых, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и там такая, говорят, херова туча, просто невероятная. Это раньше, да и сейчас тоже, это указы Верховного Совета, сейчас указы Президента, это постановление правительства, потом постановление всех абсолютно главков, министерств и так далее. Это, значит, краевых, областных и еще каких-то там... Короче, Советы народных депутатов и исполкомы, и такие, и сякие. Ой, масса и масса. И ориентироваться надо на прокурору вот в этой массе закона совершенно свободно, причем сразу и так далее. И, ладно, с уголовным правом положим. Тут как-то более-менее ясно и понятно. Вот есть уголовный кодекс, уголовный процессальный. Вот, значит, прокурор надзирает за расследование уголовных дел, то есть с момента возбуждения и направления дела в суд, а потом дальше еще, он надзирает за милицией, причем надзор этот и ежедневный, и ежечасный. То есть это касается не только расследования уголовных дел, но и полностью разрешения всех заявлений и жалоб труящихся, как раньше их говорили. Все заявления, которые поступают, прокурор обязан проверить, как реагировала милиция. То есть какое они решение приняли. Если вынесли поставление об отказе уголовного дела, нужно проверить соответствие. Прокурор ежедневно проверяет изгляд времени на содержание. Раньше КПЗ называлось камерой предварительного заключения. Он арестовывает, избирает мероприятия, он дает санкции на обыск. Он... Ой! Масса и масса только в смысле уголовного. Дальше уже дело положим уголовное в суде. Прокурор обязан потом это дело, прежде чем вступить в качество государственного обвинителя, он обязан дело это проверить от и до, от начала до конца. Представьте себе, бывает многотомное дело, 40, 60, а то и больше. Вот после Анастасовской ГЭС положим законченное дело, там, дай бог памяти, полторы тысячи томов только, не говоря уже о чем-то. Все это нужно изучить, нужно подготовиться к судебному заседанию, участвовать в качестве государственного обвинителя. Это значит, нужно исследовать доказательства мести, нужно заявлять ходатайство, нужно потом, в конце концов, произнести обвинительную речь и не просто, так сказать, виновен там вот то-то, то-то, то-то. А раньше было так. Нужно вначале дать общественно-политическую оценку этого деяния, непременно, с точки зрения партии, правительства и так далее. Пространная такая общественно-политическая оценка этой деятельности. Потом плавно переходят к обстоятельствам, потом к доказательствам и только в оконцовке к мере наказания, которое он предлагает суду избрать подсудимому. Дальше исполнение наказания идет, то есть до вступления приговора законной силы, прокурор обязан подавить приговор, соответствует. Бывают там и описки, и опечатки, бывают и грубейшие нарушения законности. Все это нужно устранять. Каким путем? Путем внесения представления в настоящую судебную инстанцию об отмене приговора и так далее. И дальше исполнение наказания. Это тоже прокурор, то есть он обязан непременно проводить проверки в местах лишения свободы и в исправительных инспекциях, те, кто ведает условно осужденными и так далее. И потом, когда освобождается, соблюдены ли все требования закона, то есть снабдили ли ее следующую сумму денег. Раньше было возложено на эти органы трудоустройства, вот этих вот освобожденных. Ну, хлопот, короче, у этих организаций масса, прокурор еще больше, за всем нужно углядеть. Это надзор ежечасный, можно сказать, ежедневный, постоянный. Ну, считается вроде как самый простой вид прокурорского надзора это вот за разрешением заявления о преступлении, о расследовании уголовных дел, об осужденных и так далее. А в суде же еще и гражданские дела. И никто не освобождал прокурора от, так сказать, от этих обязанностей, надзираясь за законностью рассмотрения гражданских дел, участвовать в их рассмотрении. Раньше, правда, особо, так называемая была обязательная категория дел, ну, то есть это восстановление на работе обязательно, восстановление юридических фактов и так далее. То есть вот такого рода дела, вот здесь участие в прокурорах в гражданских делах обязательно. В остальном, если прокурор не участвует, он обязан проверить все дела, которые рассмотрены судом, Если что-то там не так, то есть не соответствует гражданскому процессуальному кодексу или материальному гражданскому кодексу, значит опять же принести представление об отмене такого решения и так далее. Ну, а тут еще все предприятия, они все издают приказы о приеме и увольнении, там и производственные какие-то приказы, прокурор обязан проверить все сплошь. То есть все приказы о приеме, все приказы об увольнении, все производственные приказы и на соответствие их трудовому законодательству и другим подзаконным актам, если это касается производственной деятельности. Ой, партия. Раньше так. Партия наш рулевой, она все вопросы решала. И потому, значит, я забыла еще сказать, глупее не скажешь прокурор, я уже говорила над Зорей в уголовном судопроизводстве, ой, как было записано везде и всюду, прокурор возглавляет борьбу с преступностью. В районе, в крае и так далее, и в Союзе. Ок. Вот не больше и не меньше. Кто к прокурору обязан составлять планы различного рода, там, ой, этих планов там тоже вот столько вот о борьбе с преступностью, которая потом осуждается, принимается по следующему уровню, как будто от этого что-то изменится. Не, боже мой, непременно и всегда. Ты возглавляешь борьбу с преступностью. Извольте планировать и исполнять. А там же еще масса общественных организаций. Я уже заговорила о партии. Прокурор, например, на бюро райкома партии присутствует. Ну, там пленума, это уж само собой. Хоть права голоса как бы и не имеет, но, тем не менее, если что-то спросят, обязаны. За решениями партии как бы надзора не было. Она вроде как общественная такая организация. Но тем не менее, посматривать надо. Не привыслили. Не там, бог знает куда, им же всякое можно было в свое время. В исполкоме, на всех заседаниях исполкома паркура присутствует, не все не применишь. А если не присутствует и какие-то решения принимаются, районная, поселковая, сельские советы и так далее, все решения исполкомов, сельских советов проверять от и до, от начала и до конца, и на соответствие их тому или иному закону, по поводу чего принимается то или иное решение. Там масса еще общественных организаций. Боже мой, товарищеские суды, комиссия по превосприятиям и алкоголизму, комиссии по делам несовершеннолетних, административные комиссии, ой, масса, масса и масса. Это вот на каждом предприятии такого рода общественная организация. Будьте любезны прокурор, посетите, проверьте, так ли они работают, какие решения они принимают, соответствуют ли они закону в их рамках, в их компетенции. Ой, а потом еще, знаете, вот эта вся компанейщина всегда. Да, вот внезапно, значит, сбрындило там на верхах. Чуть-то вот приписки у нас какие-то. Говорят люди, приписки у нас там о выполнении плана и прочих там строительных объектов. Что это такое, с чем мы ведем? Непорядок, наверное, наверху там непорядок. Ну и кто? Кто у нас за этим посмотрит? Вот он, голубчик, прокурор сидит, он же возглавляет все и всюду. У него такие полномочия, вплоть до возбуждения уголовного дела, ареста и так далее. Ему и карты в руки. Кто же будет еще это проверить? Конечно, прокурор. Прокурор, значит, энные руки в энное место и должен без меня бежать и проводить проверки, к примеру, о приписках. Фу, такая противная проверка, нудная и устоящее время привлекать специалистов. Ну а специалисты какие? Они, во-первых, не как усенькие, а во-вторых, корпоративность никуда еще никто не отменял. Как-то у своих-то проверять, ну, елжиться, так сказать, вот, и ничего, по сути, не добывает из этих проверок. О, тогда еще, помню, в 80-х годы шахтеры, значит, забастовки объявляли, много было аварий, ну, и сейчас, конечно, достаточно. В те времена что-то особо, Донбасс, Кузбасс, все это там, как-то, аварии всякие, забои эти рушились, много людей гибло. А в чем дело один из пунктов? А потому что крепежа не хватает, шахту нечем крепить, вот они обрушиваются, все у нас старенькое такое. Так, кто у нас крепеж? Так, лесные предприятия, а у нас в районе как раз было 400 хозов. Вот они должны крепеж, а это из высококачественной древесины, причем специально обработанной, специально разделанной. Это очень трудоемкий труд и очень дорогостоящий. Именно в том количестве, в котором предписано, сколько им надо заказывать, столько вы им обязаны поставить. Не до поставки продукции, боже мой, какой кошмар. Опять, кто? Кто тут? Прокурор. Ночью мы не спим с прокурором, мы грузим вагоны и разгружаем. Мы на телефоне, либо лично, как идет разгрузка. Подалили вагоны, как разгрузили, вовремя не вовремя, положено столько времени на разгрузку вагона. Управились, не управились, потому что штрафная санкция. А кто виноват? Значит, штрафные санкции нужно взыскать с виновного. Кто неосторопность такую проявил? Фу, гадость какая. Ну, район сельскохозяйственной, положим, уборка урожая. Тут посевная в начале, там покосы начинаются, уборка урожая, как говорили, битва. Где прокурор? В полях, конечно. Держимый бой. Кто будет смотреть за этим? Кто будет пугать, так сказать, трактористов, комбайнеров и прочих этих девиторософозов, обязателей колхозов? Вот он, прокурор. Пугало натуральное. То бишь, так вот получается, что только появился прокурор, и все быстренько, тынь, 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 и все забегали, и все сделали так, как надо. Нет запчастей, вот они уже были, нет комбайна, да вот уже и поставили. Топлива нет, сейчас распорядимся, и будет вот так. Ну и спрос соответствующий. Если ни шатка, ни валка все это идет, кто виноват? Вот в оконцовке прокурора, естественно, прокурор, будучи обозленным в связи с этим, должен быстренько найти виновного там, где-то там предприятие в кокозах, совхозах и так далее. Вплоть до того, что лампочки буквально прокурору приходилось скручивать, значит, на фермах там и так далее. Некому, знаете, или ну некому. Так прокурор приехал, и лично вкручивает лампочки. Темно, видишь, ли, вот работать нельзя, вот так. Скот, падеж скота. Да, я, да, потраву посел. Это тоже кто-то, боже мой, скот зашел, потравил, то есть посел эти там всякой пшеницы, рожи, ржи или чего-то там еще, пощипал, потраву посел. Еще одна скандальная история. Проверки, безусловно, иски бесконечные и так далее. Ой, скотину держали, овец много было в сафозах. Падешь скота, падешь невероятный. Вы знаете, я вот по сей пору еще, так не могу понять, в чем дело. Убирать мы никак, если мы что-то вырастили и сподобились убрать, мы непременно сгноим, у нас вечно не хватает ни хлеба, ничего. Мы в Канаде закупаем пшеницу. Мы даже сейчас, как-то читая про Израиль, помнится, Россия к Израилю обратилась, вот такой сенький. Израиль, вот они очень много картофеля выращивают, по всякой разности, вся Европа там кормится, и Россия туда же. А нам-то, нам-то картофель, боже мой, боже мой, это на наших-то просторах, не вырастить картофель, какой кошмар. Но если вырастим, то за ним все не применишь, и есть потом нечего, если свой дачный участок, свое поле не обработаешь. А что касается скотины, я по сей пору не понимаю. Вы знаете, невероятнейший падеж. Вот невероятнейший, я помню, как-то, ну ладно, овцы, падеж с новорожденных этих ренеат, диагноз, так сказать, один. Диспепсия, пневмония, диспепсия понос, по-русски говоря. Ну и пневмония, понятное дело, холодно, боже мой, ну утеплите хоть как-то. Нет, дохнут от пневмонии, диспепсия, то ли эти овцы сроду ничего не едят, что ли, какой-то корм у них, ну вроде заготавливают же, корма постоянные, ну не хватает, правда, тащат потом соломы просто отовсюду теками, либо там еще что-то. Короче, дурдом, вот дурдом натуральный, вот в каждую бочку затычка это прокурор. И за все с него спрашивают. Это просто какой-то ужас и кошмар. Ну и, соответственно, доброго слова ты никогда не услышишь. Потому что нельзя, как говорится, объять необъятно. Ты, конечно, должен спланировать все, чтобы абсолютно, ну если районный прокурор, чтобы буквально все было, как у нас был старпом по статистике. Вот прокурорский отчет, он такой огромный, огромный, на многих, на многих листах. И там все-все-все отрасли такие, сякие, розетки. Он говорит, нужно так сработать, чтобы в каждой графе и в каждой строке были единицы. Не дай боже, ты, значит, не проверишь в касационные сроки уголовное дело с приговором, а там какое-то нарушение, а ты не принес представления, а вышестоящий суд отменит приговор. Боже мой, что-то начинается. Прокурор придурок, дурак, никуда не смут, ничего не делает, он вообще там бездельникорявый. Вот такие дела. Поэтому доброго слова, конечно, никогда не услышишь, потому что никогда нельзя сделать все. Мало того, у своего плана там стараешься что-то спланировать, что-то как-то, что-то охватить хотя бы. Потому что и так работаем без выходных, до 12, не раньше и так далее. То есть до 6 лет ты людей принимаешь какие-то проверки, и дальше народ, извините, не работает до 5, а там уже отписываешься, как мы говорим, это справки непременно по каждой проверке, представления, протесты и так далее и тому подобное. Ну вот такова вкратце была у меня работа. Я плюс еще и, извините, я и следователь обязанности, следователя нет. Вот я в единственном числе и туда, и сюда. Помнится, был такой случай, ночью вызвали меня на станцию Черновичевской, не так, правда, далеко от района центра, на Творонике ехала туда, убийство. Ну, убийство не сказать, чтобы там какое-то сложное. Но, тем не менее, значит, выехала, пока всю ночь осматривала место происшествия, назначила эспертизу там, то все. Уже время к 6 утра подходит, и я знаю, что у меня дела там еще с утра какие-то, всех свидетелей, значит, погрузили на электричку удочком, и привезли в районный центр с тем, что допрашивать мне их надо и отпускать. Ну, еще там по делу масса работы. А в 9 часов, как сейчас помню, я, естественно, не спамши, не жамши, а в 9 часов, как сейчас помню, судебное заседание. То ли гражданское, то ли уголовное, сейчас уже не помню. Я захожу к прокурору и говорю, что здесь на садах. Я всю ночь проездила на убийство, у меня куча народу, значит, вызваны, мне нужно допрашивать, по делу работать. Не могли бы вы не соизволить или не быть так любезны вот пойти в суд и поддержать там обвинение или дать заключение в Кажернском и Делу? Он так посмотрел на меня, важно, и проронил. Рабочее время планировать нужно. Я немела, я немела, я... Эх, да вот убийство, как планировать-то? Я не могу... Идите, идите, как хотите, так рыбать. Ну, вот так, то есть, девочка на побегушках такая. Я вам всегда говорила, и сейчас говорю, я не люблю женщин-следователей. Мне всегда отвечали на это, сама-то, сама-то я. Ну, как бы, да, я вторичными полагонными признаками обладаю, но, тем не менее, вот не люблю. Все-таки встречает какие-то стереотипы у всякого, у каждого имеется. У меня они в том числе... То есть, какое представление? Кто такой прокурор? Это, значит, солидный денечка в годах, убеленный сединами, весь свет копулентный, важный, так сидит, в щеки надувая, так сказать, строгий и так далее. А тут пришла я, положено, 22 года мне было. Вот сидит девочка-припевочка такая, которая еще ни сном, ни духом приходит, граждане, так сказать, на прием, и кого они видят, пришли на прием к прокурору. Вот сидит такая вот, без формы даже, и чего с нее взять, и чем она поможет, так это с недоверием, не совсем. Ну, раз пришел, уж ладно, излагайте, вот так. Ну, как-то по одному делу, помню, одновременно мне пришлось, как помощнику, и расследовать это дело. Ну, дело было гнилое, такое, противное весьма. И поддерживать потом обвинение. По закону, следовательно, нельзя поддерживать обвинение, на это помощь прокурора. Поэтому, как бы, с точки зрения закона, все нормально. Я расследовала, сама и поддерживала обвинение. И вот, подсудимый уже орал-орал, не признавался виновным, конечно. Визжал-визжал, все ко мне там обзывал-обзывал, а я еще только начинала, звание первое, это младший юрист. Одна звуточка маленькая такая, младший юрист. Он уже не знает, что сказать, заикался. Да она, да она, да она, да она, она младший юрист всего лишь, то есть, ну, бессоря в голове, и чего уж тут. Вот, наворотила я вам, что невиновного человека тут пытается усадить. Вот такая вот, как бы, была работа. И вот так вот 10 лет я оттянула эту лямку, так сказать, двойную. Как-то потом уже и замуж вышла, изнемогая уже, изнемогая под гнетом вот этого всего, этих проверок, этих судов, дел и всего на свете, что голова кругом. Потому что мужу говорю, а там муж такой, боже мой, боже мой, ну что это, вот мне это зачем, и дел масса, и того, и сего. Мне еще и эти прокурорские. Он говорит, ну, с другой стороны, как бы, и хорошо. По крайней мере, ты не узкий специалист, не только уголовное право и процесс. Ты, кстати, по всем отраслям права, начиная с гражданского, там, и колхозного, и финансового, ну и бог знает еще какого. Ну, как бы, да, конечно. Ну, вот, бывают такие проверки, бывали, как бы, запланированы. Вот, к примеру, два раза в год мы обязаны были провести проверки по образованию. Ладно, сейчас там кто-то учится, кто-то не учится, еще куда не шло. Но раньше-то, боже мой, там в сто глаз, и район, и комиссия, и милиция, и все участковые, и бог знает только кто, все бдят, чтобы все учили, чтобы все посещали, там, малоимущим помощи всякие оказывали, и так далее, и так подобное. Проверку проводить надо. А в народном образовании был закон такой, на все, в общем, народном образовании, вот, проведите. Ну, она, во-первых, закон никчемный, абсолютно, не конкретный, ни о чем. Проверять-то нечего. А нельзя, будем так говорить, вот так, не прямо, но скрыто. Если ты пошел и провел проверку, если ты грамотный специалист, значит, эта проверка обязана закончиться каким-то результатом. То есть, ты непременно должен выявить нарушение закона, непременно. Потому что, как же так, нарушение всегда есть, и везде. И ты придурок, если ты их не выявил, вот и все. Поэтому, если ты выявил нарушение, молодец, но ты, соответственно, и реагируешь. То есть, ты внеси представление об остранении этих нарушений, протестом, если решение принято на отмену его, и так далее, и тому подобное. И вот по этому народному образованию не о чем совершенно. Я вот пошла на эту проверку, ну, нечего. Будь я до семипяди во лбу, нет никаких, во-первых, повода никакого нет. Как там, вы что-то еще говорили. Или идите на проверку туда, где вы знаете, что неладно, там нарушают закон. То есть, это статистические данные, берите, это там еще чего-то, и так далее, и тому подобное. Если, значит, нет у вас никаких данных, не идите. Ага, не идите. Во-первых, в плане стоит, вы что-то я сейчас запланировал, попробуй, не исполни. Тебе дали срок пять суток, будьте любезны. За пять суток управьтесь, бросьте все свои дела. А с них тоже спрашивают. Вот, нам надо, у нас в плане, а вы нам быстренько подготовьте, и нам пошлите, значит, все справки и все свои прокурорские документы. И вот в одной из таких проверок, когда я пошла, ведь до того мне это все догробило, до того достало. И только после этой проверки, по все обучу, так сказать, я пришла к прокурору и сказала, все, больше не могу. Я перевожусь следователем. Просто следователем. По крайней мере, тут конкретно, вот дела, вот люди, я за это отвечаю, и больше с меня никто ничего не спросит. Вот одна из слушателей как-то сказала, что по поводу первого разговора моего, что вот я, значит, работала, видимо, в следствии, ушла, как мы говорим, на гражданку, и вот и по сантрелова, значит, вот это выступление, и так прямо вот на душе, это как бы, вот как-то вот жаль, как-то вот ностальгия, вот как-то было. Это сплошь и рядом. Все уходят исследовать, и абсолютно все, рано или позже все уходят. Мужики больше пяти лет не выдерживают. Что же говорить о тетках? А у меня все наоборот, как говорится. Все люди как люди, а я как хрен на блюде. Я с помощников ушла в следователь, вот так, и еще 20 лет трубила, помимо этого. Ну, по крайней мере, здесь какая-то конкретика, и я худо-бедно, худо-бедно я дела эти расследовала, причем могу сказать, что были такие дела, которых никто никогда не расследовал, и теперь уже не будет, видимо, таких дел. Ну, по крайней мере, я не слышала, что такие дела были. Это по технике безопасности, а такие дела очень сложные. Ведь всегда масса объективных обстоятельств, когда и сам потерпевший не соблюдает эти правила. Ой, у вас дела. Выехала, ну, когда особо тяжкими последствиями нарушения, то есть повершая смерть людей, выехала в лесопромхоз, лесопилка там была, и вот, значит, вот эта вот лесопилка, в смысле этот станок, где материал отобрабатывается, а сзади такая загородка, так, опилки все так, слоем таким ровненьким. Вот мужик, значит, как-то не соборезал, решил там что-то поправить в этом станке, не выключив его, затянула за рукав, притянула, значит, этому, и голову срезала напрочь. И она так аккуратненько, значит, лежит, обозглавленный труп здесь, а голова так перелетела, так, плавненько, тинь, и на пол вот на эти опилочки, вот чистенькие такие, голова, как голова Руслана, боже мой, кошмак. Или, помнится, жатва сена, значит, метает или мечет, я уж не знаю, как правильно сказать, и вот такая вот с иглами, с огромными такими вот иглами, она вся вот как ежик, она вращается, вот эту вот солому забирает, и все это потом прессуется, вот это все. И вот тоже потерпевший, значит, там, зазевался, полез, близко подошел к этим у нас иглам, которые, там, ему бы не положено быть, и его просто намотало всего вот так вот, на множество это зрелище, конечно, не для слабонервных. А такие дела масса и масса были, поэтому, в том числе и правила техники безопасности, кстати, в то время была и в профсоюзе, значит, назорная такая комиссия, которая и госгортекнадзор, и стройнадзор, и всяко разный, то есть по отраслям, и в журнодчестве, и в сельском хозяйстве, и в лесной промышленности, свои, значит, такие вот были. И все буквально, даже с малейшими, с малейшей потерей дружоспособности, все, о всех нарушениях, значит, они выезжали, они проводили проверки, докладывали, а потом все эти материалы куда? К прокурору, принимайте решение. А уж, казалось бы, я вот говорила о Пугале прокурором, я, знаете, вот чем хочу завершить, все-таки сейчас, конечно, она сама себя съела, это организация, прокуратура, а вот лет еще 10 назад, не говоря уже 20-30, вот прокуратура, это была наиболее жизнеспособная и результативная, то есть с отдачей вертикальной организации, а только по вертикали подчиняется, то есть как бы они никому не подчиняются больше, будто бы, да? Вот, ну, в основном. И, естественно, как-то народ верил, вот только прокурору, то есть милиция, ай-яй-яй, идут жаловаться, конечно, прокуроры, меры не принимают, там, или еще решение не так приняли, там еще какие-то, наверное, трудовые вопросы тоже к прокурору, там, да любые, абсолютно все, потому что столько вот разрешали заявлений, жалоб трудящихся, буквально пачками каждый день, а извольте провести проверку по каждому жалобу, полную, и дать вот такой вот ответ со ссылкой на все законы, на все результаты проверки, значит, со всеми выкладки, ну, чтобы человеку было понятно. Это личный прием граждан. И вот, не скончаемо потом, как я уже говорила, идут граждане с тем, чтобы им оказали помощь. Более того, они просто требуют, даже нет нарушения, то есть не в компетенции прокурора вмешиваться, тем не менее, приходит, к примеру, тетка, и говорит, вот с соседом мы не можем поделить там участок, он зашел на полметра или на 25 сантиметров на мой участок, забор поставил, надо бы туда, и прокурор объясняет, что извините, это моя компетенция, идите в заместительный кабинет, идите в административную комиссию. Нет, нет, я знаю, вот вы тому-то соседу помогли, вы вызвали его, вы с ним поговорили, вы ему пригрозили, и он быстренько, вы его вызовите, вот этого соседа, вы ему повелите, чтобы он перенес заборчик этот, вот так вот, поло такое, больше никак, прокурор изнемогает, помнится, как-то забегает, да что же это такое, приходит еще и меня спрашивает, как коршок мне вынести, вот с этой стороны ручку взять, или вот с этой стороны ручку, вот так вот. То есть, касаемо тоже всех и всех сфер деятельности человека, попробуй не откликнеть, попробуй не твори все их, если отказываешь, так уж смотивируй так, чтобы комар носу не подточил. А все, как я уже говорю, что абсолютно все ждали помощи, в принципе, получали ее, и работник прокуратуры, это звучало гордо, это правда. До свидания, до следующей встречи. Ммм.